Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение первого послания святого апостола Павла Коринфян, третья глава. Конечно, анализируя послание, мы неизбежно пытаемся реконструировать ту ситуацию, которая вызвала этот текст. Что побудило, что подтолкнуло апостола Павла написать, мы пытаемся каким-то образом осмыслить эту ситуацию, и тогда для нас более становится понятным и ясным тот ответ, который на нее формулирует и пишет апостол Павел. Но в то же время, конечно, как и при анализе вообще апостольских текстов, мы должны не забывать, что на самом-то деле, каким бы ни было все это достоянием истории, и как бы давно это ни происходило, тем не менее, по существу те вопросы, которые ставят в посланиях апостола Павла, они сохраняют свою актуальность на все времена. А именно, мы помним, что в первой главе апостол Павел говорит немного среди вас мудрых, немного благородных, и на самом-то деле мы понимаем, приходя в храм, переступая его порог, что, в общем-то, как правило, в храм приходят действительно люди простые, и, конечно, встречаются и другие люди, которые принадлежат к более высокому социальному статусу, но, как правило, костяк общины, те, на кого ложится основной груз приходской жизни, эти люди и невысокого достатка, и невысокого положения, и, тем не менее, они несут на себе эту тяжесть, эту обязанность, принимают на себе эту ответственность, и, конечно, всегда возникает вопрос, а почему же те, кто гораздо более обеспечен, те, кто могли бы взять на себя гораздо больше ответственность за содержание храма, за то, чтобы украшать, их, как правило, в церковных стенах нет, не так же, что нет совсем, нет, это не так, но, тем не менее, как бы, все понимают, что этот вопрос, он сохраняет свою актуальность, точно так же, как и сохраняет вопрос, который апостол Павел задает во второй главе, он говорит о том, что, как бы, Слово Божие, оно с трудом пробивается к человеческим сердцам, что его обусловленность человеческого сердца различными религиозными, мировоззренческими, даже какими-то философскими парадигмами не дает возможность, как бы, раскрыться, принять Слово Божие, да, откровение Божие, вот, и почему так, да, почему, как бы, далеко не все люди приходят к Богу, хотя Евангелие доступно всем, то есть проповедь, да, почему люди не всегда готовы с ним слышаться, конечно, этот вопрос существует, не существуют ответы, но я хочу сказать о том, что те ответы, да, которые предлагает апостол Павел, они для нас сохраняют свою актуальность, как бы, и тем самым это позволяет нам перекинуть мостик от времени апостола Павла к временам сегодняшним, тогда, когда мы с вами сейчас вместе читаем и разбираем апостольские тексты. Итак, что очень важно? Важно то, что мы увидим с вами, и, собственно, это видели, апостол Павел, он пытается ответить на эти вопросы через себя самого, через свою личность, то есть, как бы, в самом семье, да, найти решение на рассматривание им проблемы. И, конечно, это не случайно, потому что мы понимаем, что в самом апостоле, когда, как бы, вот, когда он, да, проповедовал, конечно, он, как бы, у него не было возможности каким-то образом на что-то ориентироваться, да, Евангелие, может быть, еще не были написаны, только начинали создаваться, а, собственно, ничего другого, вообще никакой, да, христианской литературы, традиции и так далее, ее просто-напросто не было. И поэтому, вот, он сам был той точкой отсчета в поиске ответов. И, конечно, те решения, которые он предлагает, они, прежде всего, затрагивают его самого. И вот в третьей главе мы с вами сейчас все это увидим, и дальше в четвертой, которая во многом носит именно личный характер. Итак, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не всегда и теперь не в силах, потому что вы еще плотски. Мы с вами уже говорили об этом, что апостол Павел вынужден был, да, преподавать им не все, что он знает, не обо всем говорить, а лишь как бы знания для новоначальных, потому что коринфяне оказались невосприимчивыми, они еще казались неготовыми для того, чтобы всю сумму христианского знания получить и изучить. Ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотски ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», не плотски ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? «Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Итак, апостол Павел ставит как бы знак равенства между душевным и плотским человеком. Он говорит о том, что поведение коринфян ничем не отличается от образа жизни их окружения. Они спорят, между ними есть разногласия, разноречия, и каждый постарает противоставить себя другому, как бы апеллируя к личности тех, кто пропадал в Коринфе, кто их привел к Христу. Вот это как бы их уже, как им кажется, ставить выше других. Потому что если Аполос был более крестноречив, чем Павел, значит, те, кто называют себя Аполосами, они уже как бы ставят себя тем самым на некоторый пьедестал, уверены в своем превосходстве. Хотя, собственно говоря, никакого превосходства их личного здесь нет. И, конечно, апостол Павел хочет эту иллюзию, этот самообман рассредоточить, показать коринфянам, что они неправы. И он дальше сравнивает себя и Аполлоса, говоря, «Я насадил», 6 стих, «Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы – сработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение». Итак, апостол Павел говорит о том, что служение и деятельность апостола Павла и последующего Аполлоса, она неразрывна, нераздельна. Первым был Павел, он посадил, Аполлос, как он говорит, поливал, но рост, он сообщается Богом, то есть за всей этой ситуацией стоит Бог. Именно он приводит людей к вере, либо он утверждает их в этой вере дальше, но обеспечивает духовный рост. Есть сотрудники, как говорит у него, мы лишь служители, соработники у Бога. И дальше апостол Павел как раз приводит два образа церкви – Божия Нива, то есть то, что посеяно и всходит, а следующий образ – Божие строение. И вот этот образ Божьего строения апостол Павел развивает дальше. Я, говорит он, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другое строит на нем, но каждый смотри, как строит. То есть основание церкви было заложено в Каринфе апостолом Павлом. Те, кто пришли в Каринф, не должны были уже создавать общину, они могли воспользоваться тем, что Павел создал до них. И апостол Павел говорит о строительстве на уже заготовленном основании, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть действительно апостол говорит о том, что основание – это не он, не его учение, не то, что он делал. Вспомним с вами, он в начале послания говорит, что он крестил-то всего нескольких человек в Каринфе. Основание – это Христос. А вот уже на этом основании каждый строит кто как может. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Такую немножко таинственную картину апостол Павел приводит. И, конечно, здесь он, говоря об испытании строения огнем, подразумевает суд Божий. То есть, не люди должны испытывать вклад каждого, не человеческой оценке подлежит то, что делал каждый проповедник. А апостол Павел предоставляет это суду Божию. И, может быть, кто-то из нас здесь вспомнит известную с детского садского «Трех поросят» о том, что каждая строй не испытывается. Апостол Павел говорит, сено, соломни, камни, дерево. И, действительно, конечно, мы понимаем, что вклад каждого может быть различен. Чей-то вклад драгоценен, а чей-то вклад может быть незначителен и недолг. И, тем не менее, апостол Павел, опять же, говорит, что действительно может оказаться так, что то, что делал тот или иной миссионер и проповедник сгорит, будет уничтожен Богом, окажется неустойчивым и даже никчемным. Но в то же время он допускает, что этот человек не погибнет, он все равно будет спасен. Но как бы, как человек выбегает из горящего дома, как бы из огня, говорит он. И это означает, что почему это возможно? Потому что основанием постройки был Христос. то есть человек мог думать, что он делает что-то во благо Христа и для Христа, но как окажется впоследствии он ошибался. По разным причинам это возможно. Мы сейчас не будем это обсуждать, но тем не менее, мы тоже понимаем, что мы можем как бы руководствоваться какими-то благими намерениями, но на самом-то деле руководствуясь ими мы можем совершать и ошибки. Они для всех неизбежны. И вот апостол Павел говорит об этом, о том, что люди могли ошибаться, они могли что-то не так делать в своей церковной жизни, в организации, в своем слове, но все-таки они пытались служить Христу, так как они это понимали, так как это и не могли. И если это было действительно так, то все равно спасение для них не закрыто. Но в то же время он допускает и другую реальность. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, этот храм вы. Действительно, на самом-то деле, это строительство, в которое каждый вносит какие-то моменты в силу своих способностей, в силу своих возможностей, в силу своих представлений, на самом деле, является не просто какой-то постройкой, это храм Божий, потому что каждый член церкви уже является храмом, потому что мы все являемся носителями Святого Духа. и может оказаться так, что деятельность какого-то служителя, она окажется неправомерной, и то, что он делал, не только не строило храм, не только его не создавало, но, напротив, разрушало то, что было сделано до него. Прекрасно понимаем, что такое тоже возможно. И вот в этом случае апостол Павел предрекает суд, такого покарает Бог, потому что тем самым человек он посягал на дело Божие, он его не приумножал, а наоборот разрушал. И эти слова, они являются предупреждением, никто не обольщай самого себя, напоминает апостол Павел. Если кто из вас думает быть мудрым веки всем, будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловлю мудрых лукавств их, и еще Господь знает умство немудрецов, что они суетны, и так не хвались человеками, ибо все ваше, Павел, Аполлос, или Киев, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Когда действительно возможен вот тот отрицательный результат, о котором мы сейчас говорили, когда человек не достает, он не делает правильную оценку самого себя, то есть не смотрит на себя со стороны, когда он уверен в своей безошибочности, а эта уверенность, она возникает тогда, когда человек действительно обольщает относительно себя, когда он уверен в собственной мудрости, в собственном превосходстве. И эта уверенность или самоуверенность, она может приносить порой весьма печальные плоды и результаты. И поэтому апостол Павел говорит о том, что человек лучше пусть ограничит свою мудрость, пусть он напоминает об этом, что стань безумным в этом мире, да, то есть сбрось себя эту спесь, откажись об этой уверенности в своем превосходстве, в своей значимости и значительности, взгляни на себя иначе, потому что мудрость, напоминает апостол Павел, она обречена на то, что она будет не принята, отвергнута Богом, потому что умственные мудрецов суетны, напоминает апостол Павел, и он говорит о том, что нельзя хвалиться людьми, да, то есть хвалиться нужно только Богом, потому что все в конечном итоге принадлежит ему, и Павел, и Аполлос, сэкифа, и все окружающий мир, и жизнь, и смерть, и настоящее будущее, все в руках Божьих, но если люди принадлежат Богу, то все это принадлежит в Боге и им самим, и здесь неуместно, не нужна какая-то избирательность, да, не нужно делать какие-то акценты, вот то я Павлов, а я Аполлосов, потому что все, все принадлежит Богу, вы же Христову, а Христов Божий, и конечно, действительно, эти слова, они тоже для нас являются актуальными, потому что, к сожалению, мы знаем, что в церкви существует множество самых различных разделений на разных уровней, и очень часто какая-то вот такая местечковая или местная принадлежность, она перевешивает, превалирует, люди забывают о том, что они принадлежат Богу, и все вместе, а не по отдельности, и, конечно, с этим связана и трагедия сейчас в украинской церкви, но не только это разделение, которое вклинилось в православие в сегодняшний день, оно как бы напоминает нам о том, что говорит Павел, мы знаем, что мы часто тоже противопоставляем себя друг другу, и это, в общем-то, увы, бывает нам свойственно, и совершая этот грех, совершая это отступление, мы вот забываем об этом самом главном, то, о чем нам сегодня напоминают послание апостола Павла, вы же Христовы, а Христос Божий. Ахристос Божий. Ахристос Божий. Ахристос